Друзья, всем привет! Жуков Виталий на связи. Сегодня, как обычно, краткое по делу разберем с вами ситуацию на криптовалютном рынке. Ой, там солнышко уже встает. Давайте вашу любимую штору чуть-чуть пододвинем. Тот, кто скучал по шторе, ставим лайки. Также, ну, соответственно, кто ждал от меня выпусков, тоже поддержите выпуск лайками. Конечно, не думал я, что работая на себя, можно так сильно изматываться. Просто как и шаг. Действительно, куча дней подряд, без сна. Действительно, огромное количество работы сейчас в направлении открытия моего нового бизнеса. Я какие-то проекты, соответственно, ставлю на стоп. И поэтому, конечно, вы меня тоже поймите и простите. Мы с вами обязательно нормализуем график, все будет четко. Сейчас все-таки у меня есть большое желание открыть полноценный магазин, офлайн-магазин. Онлайн-магазин я, кстати, закрываю, потому что с ними куча мороки. Кстати, давайте я в описании оставлю ссылочку. У меня там осталось немножко в магазине на Wildberries. Я там снизил все цены. Поэтому, если кому-то там какой-то подарок или еще что-то, что мне потом просто меньше осталось себе возвращать. Поэтому я там поставил вообще смешной ценник. Если хотите выкупить, можете по ссылочке в описании все найти. Ну и, в общем, я занимаюсь этим магазином. Уже плачу аренду, а он еще, сами понимаете, не построен. До конца, по крайней мере. Еще хреново туча работы. Мне надо же все-таки по-хорошему. Во-первых, я плачу аренду, плачу зарплаты. Так мне еще и надо по-хорошему до Нового года открыться, чтобы, ну, неплохо хотя бы там что-то закрыть. Из-за того, что я туда инвестировал. А инвестировал я туда большие деньги. Ой, ладно. Давайте с вами разбирать ситуацию локальную, среднесрочную, глобальную. Я свои соображения в закрытой группе писал ежедневно, но действительно грешен, соответственно, на YouTube почти не записывал ролики. Даже некоторые спрашивали, у тебя что, украли канал, почему только новостные выпуски. Да, у меня человек сейчас делает новостные выпуски. Я стараюсь, соответственно, вас не оставлять уж совсем без контента. Но разбор – это важно. И я вот решил с утреца сразу после бурной ночи, так сказать, записать вам обзор. Потому что просто, если я этого сейчас не сделаю, вечером я опять не вывезу, а вас без разбора рынка не хочу оставлять. Потому что ситуация действительно довольно важная. Неспроста я открыл биткоин на четырехчасовых таймфреймах. Хотел вам показать текущую формацию. Формация – типичное распределение, но должны держать в уме. Помните, уровень 9-12 тысяч долларов, даже там 12 с половиной. Похожую формацию рисовали, в итоге дали небольшую коррекцию и полетели типа за уровень сопротивления 12. Сейчас у нас уровень сопротивления, давайте, нам округляет 20 тысяч долларов. Я, кстати, много видео видел, что там он какой-то исторический свой хай обновил. Ну, не знаю, по крайней мере, по топ-биржам мы выше исторического хая не поднимались. Ну, разве что, если там только с квизом. Соответственно, что нас сейчас больше вероятности ожидает? Начнем с вами с ситуации более среднесрочной. Очень велика вероятность, что в текущем сетапе, находясь вот в этом канале, мы с вами будем наблюдать еще одно коррекционное движение. Коррекционное движение, вероятнее всего, будет в рамках вот этого вот уровня. То есть, это уровень там плюс-минус 17 тысяч долларов, потому что здесь будет неплохая зона покупок. Это раз. Соответственно, что касается ситуации более локальной. Давайте с вами посмотрим. Я уже, соответственно, в закрытой группе давал соображение, что мы пойдем на 18500. До этого уровня мы сходили. Соответственно, сейчас от него отбились. Что тут опять очень важно? Но очень важна формация локальных движений, постоянный вынос стопов. Очень жестко начали выносить. Причем каждый раз, когда мы подходим к сопротивлениям, что касается локальных, что касается несрочных сопротивлений, у нас вылезает очень серьезный продавец. Что лишний раз подтверждает, что мы с большей вероятностью с вами наблюдаем распределение. Еще раз говорю, здесь так вот текущая волатильность и текущее движение, они показывают с большей вероятностью распределение. Это, ну, грубо говоря, почти там по учебнику ситуация. Что касается совсем локального движения, сейчас с вами разберем, какая льту, но вначале пару слов о спонсоре выпуска. Пока биткоин на коррекции, готов вернуться к росту, может это лучшее время, чтобы заработать на крипте. За рекомендациями загляните на YouTube канал криптотрейдера Владислава Стишенко. Он успешно инвестирует в криптовалюту с 2014 года и бесплатно обучает этому своих партнеров. На канале Владислав регулярно дает иксовые рекомендации, которым доверяет более 52 тысяч подписчиков. Например, на монете Cardano увеличил свою прибыль в 4 раза, на ZIL в 5 раз, а на REN в 10 раз. Из его последних рекомендаций была монета Ripple, которая уже показала рост в 3 раза. И довольно интересно, что сейчас на канале Стишенко идет очередной конкурс. Два зрителя, которые угадают курс биткоина на указанный момент времени, получат по 100 долларов. Подписывайтесь на канал Владислава, оставляйте комментарии под последним роликом и выигрывайте. Ссылки в описании. Что касается совсем локального движения, есть вероятность, что мы с вами будем закрепляться. Так, где у нас? Вот здесь вот. Соответственно, вот это будет хайк каналы, это нижняя его часть. Сейчас мы у него выходим, есть вероятность, что мы будем закрепляться. Соответственно, я локально ожидаю небольшое закрепление и еще один импульс. Я думаю, что до уровня где-то середины канала, это типа а-ля 19,300, 19,350, мы с вами здесь можем прокатиться. По крайней мере, так как у нас начали откупать уровень, и главное, я это отслеживал, как откупали уровень 18,500. С довольно большой вероятностью вот эта вот консолидация в рамках среднего срока, ну и, соответственно, здесь в рамках локалки продолжится в рамках среднего срока, соответственно, боковик с заужающимся движением. В рамках локалки движение в этом канале, соответственно, с большей вероятностью восходящее движение. Что касается ситуации Zcash, меня спрашивают, ну ты же там локалку по Zcash ловишь, там подобное. Да, я периодически влетаю в Zcash, где-то в минус, где-то в плюс, из серии там 2, 3, 4, 5 процентов. Но мне очень не нравится, опять же, давайте, наверное, его часа на четырех откроем, короче, вот эти постоянные выносы. А самое главное, что мне больше всего здесь не нравится, 75,77 это глобалка, то есть мы можем с вами уйти в историю. Но я сейчас не буду листать, но вы понимаете, вот он, уже пересечения идут, эти все, вот он, хай этот. Постоянно пробиваем туда-сюда довольно серьезный уровень. Не очень нравится, хочу четкое закрепление над уровнем 70, давайте, с запасом 78, там уже буду смотреть актив. Пока что он становится менее интересным, даже нежели Ripple. Что касается ситуации глобальной, еще раз, я понимаю, что многих это нервирует, кто-то начинает злиться. Но еще раз говорю, безоткатных движений не бывает. А у нас жесточайшее безоткатное движение, по сути, с уровня, там, чуть ли не 4 тысяч долларов. Коррекция, будьте к этому готовы. Я не говорю то, что на завтра, послезавтра и тому подобное. Еще есть потенциал, там, какие-то локальные ланги, даже среднесрочные ланги набрать, но обязательно со стопами. Обязательно 2-3 уровня не ставьте стоп. Лучше пусть его выбьет, нежели вы там упадете сейчас. Здесь же коррекция может быть страшнейшая. Спокойно, уровень десятки, одиннадцати, там, это элементарные уровни, которые здесь могут прокатить буквально чуть ли не одной свечой. Представляете, как сейчас, вот, особенно если вы только-только сошли в этот криптовалютный рынок. Поэтому это обязательно учитывайте. Я думаю, это очень важно. Основные соображения и соображения по локальным среднесрочным движениям я вам дал. Соответственно, если данный выпуск был вам полезен, поддержите его лайками. Свои же мысли оставляйте в комментариях. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. До следующего выпуска, друзья. Работаем.